Девушки отдыхают На Ближнем Востоке миллионы христиан стали беженцами, спасаясь от самых яростных гонений со времен Средневековья. Сейчас Всемирная Церковь возвышает голос от имени своих братьев и сестер, которые страдают за свою веру. Христиан всего мира призывают молиться за гонимую церковь. Здравствуйте, я Венди Гриффит. В воскресенье 3 ноября отмечается Международный день молитвы за гонимую церковь. Ежегодно христиане всего мира собираются в своих церквях и домах, чтобы ходатайствовать за тех, кто следует за Иисусом Христом в условиях жесткой оппозиции. Мировые христианские новости регулярно рассказывают о гонимой церкви. На этой неделе мы хотим обратить внимание на самые неблагоприятные регионы и призываем наших зрителей принять участие в этой всемирной молитве. Начинаем мы с Нигерии, где лишь за последние два года было убито около 300 христиан. Кто виноват? Агрессивная исламская группировка под названием Бока Харам. Ее боевики нападают не только на христиан, но и на умеренных мусульман и правительственных чиновников, а их цель – создание своей версии законов шариата на севере страны. Наши друзья из организации «Голос мучеников» рассказывают об одной семье, которая была трагически разлучена во время поклонения в церкви воскресным утром. Этот фильм создан с помощью преследуемых христиан на севере Нигерии. Это их правдивая история. Я никогда не думала, что такое случится в моей церкви. Мы в шестером пошли в церковь. Папа, мама и мы, четверо детей. Мы начали с песен прославления. Мы молились о мире в нашей стране. А также о гонимых христианах.